Это теракт, это мировая трагедия. И дело даже не в том, что они за что-то конкретно борются. Они всегда найдут за что бороться. Они всегда будут, потому что у них такая стратегия наносить вред жуткий и тяжело убивать неповинных людей для того, чтобы сказать, это те, которые самоубийцы, или те, которые их отправили на это. Это все одна и та же кампания. Началось это, к сожалению, после войны с Францией, когда арабский мир туда пришел. Они первые начали это делать, когда они взрывали. Вот мы, так сказать, периодически огромные проблемы в Израиле, с которыми худо-бедно все-таки борются. И я бы очень хотел... Да вообще, чтобы их не было и в Израиле, и не только в Израиле. Вот абсолютно ни в чем не повинные люди, ехавшие в автобусе, должны страдать от определенных странных, абсолютно для нас непонятных, чуждых требований. Я считаю, что этих людей нужно выискивать до того, как угодно. У нас для этого огромный аппарат ФСБ, который сейчас называется, вот они должны с утра до вечера ловить их до того, как они взорвутся. Потому что эти школы, которые происходят, не останавливаются. И факт того, что там, например, в Волгоградском замешан вообще бывший православный, русский парень, которого... Это еще страшнее, это еще безобразнее. Значит, в каждой этой мечети должны стоять камеры и записывать, смотреть, с кем и кто и что говорит. Иначе мы уедем очень далеко. Что, видите, враг не спит, враг делает все возможное. И это с двух сторон нужно. И с политической, и с финансовой. Потому что кто-то это все финансирует, кому-то это надо. И огромные потоки. И несмотря на то, что после трагедии сентябрьской и американской они ужесточили взгляды за банками арабского толка всего направления. И тем не менее, вот эти деньги и гуляют. Вот эти деньги. И вот это нужно ловить всем миром. Но, к великому сожалению, они мне напоминают мелких тараканов, которых очень трудно ловить. Их надо выжигать, выливать всем миром. Тогда, может быть, освободим какую-то честь.